Итак, утро. Утро раннее, 9 часов утра. Я обычно в такое время-то и не встаю, но меня серьезно попросили. Сказали, Алексей, покажи нам замечательный фермерский центр, который продает мясо. Я сюда приехал прямо с утра. Попробуем зайти и посмотреть. Нет, ребят, я, конечно, все понимаю. Автостоп, естественно, хорош. Но автостоп без еды – это не автостоп, а кушать хочется и даже очень. Но вот вопрос, где купить, чтобы было качественно, извините, недорого. И вот вам ответ. Проспект Ленина, 91. Фирменное место уральского фермера. И заглянув вовнутрь, и вот он результат. По сути событий, вы впервые видите нормальные цены на мясо, естественно. Пожалуйста, вкусно? Очень даже вкусно. Чистое мясо. Чистое мясо? Да, чистое мясо. Вот эта колбаска вообще обалдельная. У меня маленькая проблема. У нас в городе очень-очень много торговых центров. Я решил себе купить сосиски. Я 20 минут выбирал сосиски, чтобы было красиво. Потом я решил себе купить колбасу. Огромный-огромный торговый центр, понимаете? Я 20 минут себе смотрел то, что нужно. Здесь не так? Нет, здесь нет. Понятно, да, из чего все сделано? Да, очень-очень даже понятно. Сказали чистое мясо? Я даже купила, потом попробовала. Даже не сомневайтесь. Да, я сначала купила, потом попробовала. Очень вкусно. Чистое мясо? Чистое мясо. Да, чистое. Но тем не менее, на холодец вы уже набрали. А цены как здесь? Цены приемлемые. То есть можно говорить, что это хороший, нормальный торговый центр, еще и в центре города? Пока я доволен. Грудиноч, как она у вас? Вкусная? Очень вкусно. Очень вкусно. Теперь, вернувшись на круги своя, отмотав лет так 35, наши гурты были полны коров, свинарники тоже, овцев было огромное количество, как и баранов. Куда все девалось? А вспомним, еще и те колбасы. И зачем все это дело развалилось, непонятно. Но фермерство быстро восстанавливается. А теперь про санкции. Да нам, по сути, по барабану. Теперь у нас есть уральский фермер. И вот вам такие цены. Пельмешки кушаете? Да. Вкусные? Ну, я еще не пробовала. Да, давайте попробуем. Вкусные, да? Вкусные, вкусные. Еще и в центре города? Да. Конечно, на мясе вас разувают. Но почему? Почему я не могу купить нормальную колбасу? Почему я за мясо переплачиваю и до 100%? Точнее, я теперь не переплачиваю. Да и вы, заехав в уральский фермер, тоже. К слову о пельменях и всякой прочей лепоты, которую вы сами можете дома сделать. Ну, и колбасы тоже. Но где то самое качество? Мысль правильная. Здесь качество. Здесь цены дешевле, чем где-либо. И здесь, естественно, мясо, а не добавки. А вы уже покушали, да, пельмешки? И решили здесь взять пельмешки? Да, решила взять здесь пельмешки. И пельмени вкусные. А цена-то небольшая? Цена, конечно, ну, нормальная цена. Да, 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 да. Я сюда зашел, я поговорил с людьми. И люди говорят, что здесь очень классные и недорогие цены. К слову о том, что здесь сделано, я просто объясню. Не так давно я пришел в один из замечательных торговых центров. Рядом с нами расположен. Рядышком с улицы Московской. Если вы поймете. Два раза я туда зашел. Первый раз я захотел себе купить колбаски. Не колбаски, точнее, а сосиску. Много было сосисок? Много-много. Очень большое количество. 20 минут я выбирал хорошие, грамотные сосиски. Затем на второй день я зашел. Много-много-много-много было колбасы. 20 минут я выбирал себе нормальную колбаску. Ну, чтобы там, без шкурок спирных. А, кстати, там есть еще и мясо кур жесткой обдирки. Даже не знаю, что это такое. То есть я не хочу, я хочу есть нормальную еду, понимаете? Когда я приехал сюда, и почему я здесь нахожусь? Я знаю, что это вкус. Я, по сути, в магазин сейчас не нахожу. Потому что я не знаю, что там брать. Когда я прихожу сюда, я начинаю кушать. По одной простой причине. Все, что я здесь не вкушаю, оно изумительное. Здесь настоящее мясо. Настоящее свинило. Да это просто очень вкусно. Конечно, это не на каждый день. Но количество людей вы понимаете, да? Теперь про оценников поговорю. У меня есть товарищи. Я их снимаю. Вот теперь у них возникли огромные проблемы. По одной простой причине. Почему у них возникли такие огромные проблемы? Потому что здесь на Ленина 91 замечательный центр. Если вы придете и посмотрите цены, которые здесь находятся. Я очень люблю пельмени. Я их очень люблю. Одни пельмени брал у себя рядышком. 200 рублей. Здесь 150 рублей. Ну, обалдеть. Ну, просто обалдеть. За что он переплачивал? Это обыкновенные пельмени, правильно? Да, домашние пельмени. То есть, никто конкретно ничего не делал? Нет. То есть, обыкновенные, стандартные пельмени, да? Да, обыкновенные. Так вот, господа. Я надеюсь, что все будет абсолютно нормально. Приезжайте, возьмите хотя бы эти пельмени. Поймите, что это очень и реально вкусно. Ну, реально вкусно. Что я вам буду говорить? Какая-то прелесть, да? Пришел сюда? Наелся. Ну, наелся, кстати. Да, наелся. Сделал хороший материал. И пошел нормальный домой. С очень вкусным и набитым хорошо пузом. Ну, просто вот. Они что-то не понимают, да, что так скременят? Да. Цену видите, да? Самые дешевые цены здесь. Все очень вкусно. Причем, самое забавное, что эта грудинка, вот примерно такого же, да? Но в других местах стоит 400 рублей. Это нормально? Ну, 400. Я считаю, что это ненормально. Здесь вкуснее. Это вообще бесподобно. Столько мяса набрала. Столько мяса набрали? Супер, да? На 2 тысячи здесь. Здесь набрали? Да. Вау, это круто. А еще и пельмешки попробовали? Да. Цены нормальные? Отличные. А где по 170 возьмешь мясо? А нигде и не возьмешь. Да. Тем более, настоящее мясо. Без жирков всяких, да? А то у нас тут одна контора есть, которая продает что-то. А здесь без жира? Да. Отличное мясо. И все, спасибо большое. Вот так вот. До пенсия. До места, где реально и дешевле, чем где-либо продается изумительное мяско. И свининка, и говядинка, и барадинка, и курица. И вообще много чего. Естественно, часть своей пенсии тратим. И на то, чем мы удивим, в конце концов, и гостей. Но удивления будут больше, когда вы расскажете о цене исходных продуктов. Как и о правильном мясе. Изумительно приготовленном в колбасах и подкопченном тоже. Давайте посмотрим, что здесь находится. Я ничего не буду говорить. Просто я беру домашнюю свининку, да? К сожалению, она у меня с жирком. К сожалению, если я беру лопатку свирку, там у нее, знаете, косточка такая. Здесь все конкретно удалено. И шейка свиная 230 рублей. И окорок свиной. Нормальный цен? Да, нормальный. Приемлемый. Если мы будем говорить, у нас есть такая же контора, да? Типа одна контора, ну, типа ритейлер московский, да? Приезжает, и там не всегда аромат, понимаешь? Знаешь, о чем я говорю? Понимаю, понимаю. А здесь вкусно? Сейчас попробуем, вкусно или нет. Вкусно, грамотно. Я все попробовал. К слову о том, что будет в дальнейшем. Я это вам и покажу. Потому что вы думали, что я писатель. Нет, господа. К огромному сожалению, журналистов у меня нет. Да, по сути, я автомоделист и авиа. Естественно, я люблю готовить, готовить кромотно. Ну, а если что-то не получится, то купить здесь можно и колбаски правильные, без ГМО и сои, без красителей и консервантов. Тоже здесь, на Ленина 91. А вдруг некогда будет замусить мяско? Так вот, можно правильные штучки для мангала здесь купить. И вообще, есть, допустим, коптильня. Хочу сделать только свой аромат. И, please. Ну, естественно, то, что вы захотите. То есть, захотите вечер замечательный с пельменями и со всякой разной вкусно приматунками сделать. Опять же, приезжаем сюда. Да, это реальное и правильное место. Естественно, самое дешевое. Вот мы зашли и посмотрели. А вот теперь я скажу. Ребятки, у вас возникли большие-большие проблемы. Потому что, ну, вы посмотрите, какое мясо. Исключительное мясо. Когда мне говорят, что где-то торгуют мясом парным, я говорю, парное мясо вы даже есть не будете. Поверьте мне, оно очень теплое. Вы его даже не попробуете. Поверьте мне, это не очень хорошо. А здесь, здесь хорошее, грамотное мясо. Такое же, как и везде и всюду. Но ценники почему-то здесь, ну, как минимум, в два, в смысле, на порядок, ну, не на порядок, ну, в два раза дешевле. А если мы будем говорить о грудинке, вы посмотрите, что здесь грудинка нормальная, качественная, хорошая, исключительная грудинка. Почему-то стоит 200 рублей. Почему здесь перемешки стоят 150 рублей. Ну, почему, причем перемешки-то такие, что я аж просто объелся. Мне еще раз хочется сюда вернуться. Почему здесь баранина есть. Почему здесь говядина есть. Почему все это стоит недорого. Почему здесь лопатка, нормальная лопатка, без внутренней кости стоит 200 рублей. Почему здесь шейка стоит 230 рублей. Я этого не... А это нормальные, оказывается, цены. Это нормальные цены. К слову о том, где вас, ну, скажем так, слегка подзаначивают. Представляете? Вот во всех торговых... Я ничего не буду говорить. Место вы прекрасно знаете. Ленина 91. Ну, вот оно, самое место. То есть, рядышком, картинная галерея наша замечательная. Вы мимо него не проедете. Просто давайте все-таки определимся. Съездите по всем торговым точкам. Просто. Ну, ради прикола. А потом приедете сюда и убедитесь в том, что здесь гораздо вкуснее. И вот это проблема для ваших торговых точек. Вы же не хотели со мной работать. Да, эти люди работают. И представляете, что будет. Когда я не только буду здесь мясо брать. Я вам покажу, как я возьму мясо, сделаю шашлык для своего сына. И это будет реально вкусно.